Финальная репетиция перед главной встречей года и вот в зал Самарской публичной библиотеки заходит настоящий Дед Мороз. Здравствуйте, милые, будем начинать. Свои вопросы главному волшебнику страны задали дети, они же поделились с ним своими самыми сокровенными желаниями. На следующий Новый год я хотела бы, чтобы желать, чтобы мой брат, он начинающий певец, петь с ней, чтобы он стал популярным. Я уже загадала. Собаку. А почему собаку? Ну, что она, у меня есть кот, но с ней ее можно дейсеровать там. Свои поздравления Дедушке Морозу передали дети-инвалиды. К ним в гости волшебник обязательно заглянет. Вручил письма малышей Рамиле Рахматуллин. Он трудится в реабилитационном центре вот уже 17 лет. Я с ними говорю про Деда Мороза, про Снегурочка, про чудо, про волшебство, которое случится в новогоднюю ночь. Они, безусловно, в это верят и ждут этого. Начинать нужно с добрых сказок. В них вся истина. В сказках чудо добру помогает. В жизни добрых людей чудеса мои хорошие встречаются, происходят намного чаще. Запомните это. В Самаре волшебник задержится на два дня. Сегодня днем Дед Мороз успел поздороваться с горожанами в парке Гагарина. Здравствуйте, 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 любимые! Помощники волшебника устраивали танцевальные флэшмобы и веселые конкурсы. Показывали творческие номера. А сам Дед Мороз провел фотосессию с детьми, а также спел вместе с самарцами свою любимую песню. В лесу родилась елочка. Из Самары Дедушка Мороз отправится в Нижний Новгород. За три года путешествий по стране он усколесил более 40 тысяч километров. За это время маленькие россияне получили 325 тонн подарков и укрепили свою веру в чудеса. Мария Левина, Василий Кладошов. События. Продолжение следует...